Добрый день. Михаил Васильевич, смотрите, такой вопрос. Вопрос и предложение вам. Мы сейчас, как третий лиц с Галиной Васильевной, вошли в процессуальный процесс с водоканалом. Так как вы же защищаете, получается, водоканал. Правильно? То есть Горсовец защищает водоканал. Я защищаю правду. Да, защищаете правду. Так вот, раз вы защищаете правду, мы вам предлагаем уделить нам своего времени где-то часа полтора. Да, ну можно меньше, но если вообще вы хотите за правду, тогда вот сколько у вас есть времени свободно? Да, у нас есть еще заседание. Все, давайте. Нам хватит с вами, в принципе, даже полчаса для начала. Мы сейчас с вами идем вот сюда, в этот первый объект. Это как называется? Насосная станция. Насосная станция. Потому что мы знаем, что там непосредственно идет нарушение. Ну вы же за правду. Там идет нарушение. Дело в том, что там стихийная, непонятная... Скажите, кто? Ну мы не знаем, мы надо посмотреть. Да, мы хотим посмотреть, что там происходит. И дальше мы хотим посмотреть все штатное расписание, которое вообще у нас есть в водоканале. Есть другой выход. И мы же не один раз это говорили о Галине Васильевне. У вас есть специалисты? Вот специалисты, вот у нас нет. Ну давайте я скажу. Смотрите, давайте я скажу. Мы с вами была договоренность месяц назад. Ну? У меня заканчивается скоро контракт с директором водоканала. Вы выбираете из своей хроматской организации, или кто понимает, человека. Собираете с каждого дома подписи, что ему доверяют, что если вдруг что-то не получится, чтобы не я был виновен. Мы его, я заключаю с ним контракт, директора водоканала. Он становится, налаживает все эти связи. Но Михаил Васильевич... И мы даем ему подяги, грамоты... Извините, я вас перебиваю, но это будет уже позже. Сейчас просто хотим... Давайте, чтобы... Давайте обгрунтую позицию этих двух людей, которые есть третьими особами в розглядании ИСКУ, позову водоканала до Держспоживслужбы, до четвертого числа заседания судом. Вони должны дать туда заперечения на этот позов. Для того, чтобы дать это заперечения, у них должны быть некоторые факты. На некоторых наших встречах, Михаил Васильевич, вы говорили, что будь ласка, хоть сейчас идите, проверяйте, как работает водоканал. Это было, можно пориться в этих видеозаписах, и мы это найдемо. Ну, я не знаю, за сколько час, но это не столь важно. Для того, чтобы подать этот позов, нам нужно поделиться, как работает... У нас есть деякие сумнівы в правильности организации и работы на этих объектах. Нам нужно зайти на насосную станцию, но она считается, как режимный объект, и санитарная зона. То есть нам обовязково потребен ваш дозвіл, або ваша присутствие. Я бы лучше ваша присутствие. Дивите. Нет, я еще не закончил. Потом мы хотим зайти в офис теплодар-водоканал, чтобы вы дали дозвіл, так как они, как это, коммунальное предприятие, чтобы вы дали дозвіл, чтобы мы могли задать им те вопросы, которые нам нужны. Вот и все. А дальше мы поедем сами. Нам еще повинно поделиться КНС-1, КНС-2 и насосную станцию номер один. По ВНС-1, ВНС-2. Мы сделали автоматизацию. И там люди. Да, люди сейчас отрабатывают, и там не будет уже людей. Но все равно требует... Но оно не решает все одно питание. Потому что электроэнергия там подорожала, вода подорожала. Михаил Васильевич, смотрите, да, согласна. Давайте начнем просто с того, что все-таки мы вместе с вами, для того, чтобы даже человек, о котором вы сейчас говорите, пришел на работу и как бы стал работать, он должен знать, куда он идет. А если мы будем просто вот так вот неизвестность кидать, поэтому я предлагаю вам не терять время, идем на этот объект, смотрим, что там, какое там расписание, что там есть, значит, какие работники, есть ли там лишние люди, потому что это режимный объект, и там у него определенные есть нормы, которые там, к сожалению, сейчас, вот вы здесь сидите и не знаете, а там сейчас, к сожалению, так сказать, к сожалению, не придерживаются нормы. Пошлите. Мы специально не, так сказать, не включали прямой эфир, ничего, мы хотим калашников, мы к калашников пойдем, вот оттуда. Мы оттуда пойдем до калашников. Надо предупредить, что мы сюда и... Давайте, хорошо, Михаил Васильевич, подождите. Ну, если вы идете, то зачем попоражать? Мы доходим до этого объекта, и уже там непосредственно на месте вы звоните калашников. Давайте. Ну, вы же хотите... Мы идем на ВНС-2. Да. Да. Мы идем сюда. Мы сейчас все вместе, аккуратненько идем, никому не звоним. Никому не звоним. Вы же заправдали. Вот мы хотим разобраться, правильно ли работает ваш сотрудник, которого вы назначили директором. Пошлите. Поехали. Не переживайте ему. Мы плохого не хотим. Вы знаете, что я тоже не хочу, чтобы выжался. Это мой имидж, правильно? Вы поддерживаете их, а сейчас поддержите немножко нас. Я поддерживаю правду. Ну, вот, докажите нам, что это правда. Все, выключаем. Продолжение следует...